Добрый день! В эфире Ян Арт и тысяча и одна секунды об экономике. Сколько времени надо, чтобы переформатировать экономику России в условиях западной блокады? Это один из главных вопросов сегодняшних экономических новостей. Некоторые мнения на сей счет прозвучали еще в марте и начале апреля. Премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что для перестройки экономики понадобится полгода. Глава Банка России Эльвира Набиулина в недавнем выступлении в Думе заявила, что только летом начнется трансформация бизнеса. Олигарх Олег Дерипаскас считает, что понадобится 10 лет. Все это немного напоминает Некрасовская. Роман сказал помещику, Демьян сказал чиновнику, Лука сказал попу. Впрочем, все эти люди вовсе не обязаны быть едины в своих оценках, но смущает такой сильный разброс от полугода до 10 лет. В последние дни поиск ответов на вопрос сколько, или как вариант доколе, продолжился. Например, международное рейтинговое агентство СНП солидарно в своих оценках с Олегом Дерипаской. 10 лет надобно. А вот глава счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что Россия будет жить в очень сложной ситуации полтора-два года. Но всех прогнозистов и оптимистов и пессимистов переплюнул мэр Москвы Сергей Собянин, который по сути считает, что вопрос уже решен. По словам Собянина, запад пытался обвалить экономику России, а мы выстояли и спокойно работаем. Конец цитаты. Возможно, столичный мэр по должности обязан быть оптимистом, но, полагаю, многие россияне в этом месте могут сказать. Простите, не мы, а вы. Мэр Москвы заявил, что несмотря ни на какие проблемы, Москва не отменяет свои программы, что столица реализует свои системные проекты и что мы идем своим путем. Ну, про мы идем своим путем слышать уже как-то доводилось, а вот по другим пунктам хотелось бы больше ясности. Правильно ли я, как обычный московский обыватель, понимаю, что несмотря на экономические проблемы всей страны, Москва также энергично продолжит каждый год перекладывать и без того отличный асфальт и упоенно менять летние бордюры на зимние? Правильно ли я понимаю, что та чудовищная разница в оплате труда и качестве инфраструктуры, которая есть между Москвой и почти всей остальной России, разница, которая достигнута в последние 20 лет, будет по-прежнему углубляться? И если на оба вопроса ответ «да», то возникает финальный вопрос. Как столица в трудное для страны время ощущает себя рядом с другими российскими городами и весями? Это моя семья или я взяла заложников? Состояние экономики России в условиях экономической блокады на днях оценил и премьер-министр Польши Матео Шмаровецкий. Он заявил, что Россия неплохо справляется с санкциями. Эту новость опубликовало официальное агентство РЕО, и она наверняка могла бы порадовать всех, кто болеет за Россию, если бы ни одно «но». Увы, премьер-министру Польши верить нельзя. Несколькими неделями ранее лидер «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что премьер Польши слетел с катушек. Зачем информационное агентство приводит мнение человека, который слетел с катушек, большой вопрос, потому что возникает дилемма. Либо польский премьер слетел с катушек, и тогда его мнение об устойчивости российской экономики грош цена, либо он не слетал с катушек, и тогда грош цена с суждением о самом премьере. Впрочем, это детали эмоционального плана, хотя эмоции тоже важны. Под прошлым выпуском «Тысяча одной секунды об экономике» появился целый сон комментариев на тему, что, мол, обозначать проблемы и нестыковки в момент вызовов, перед которыми оказалась экономика страны, это оппортунизм и упадничество. И что, мол, мы сейчас засучим рукава, потерпим и построим нечто выдающееся. Не могу не согласиться, в таких эмоциях смысл есть. Закроем глаза на все проблемы, засучим рукава, потерпим и построим. Тем более, что кому-кому, а нам сучить, терпеть и строить привычно, да еще с закрытыми на проблемы глазами. Ведь у нас огромный исторический опыт и по части терпеть, и по части построить. Так что боремся со все пропальщиками и сохраняем оптимизм. Ничего не получается. Ты не горюй, Ген. Отдохнем и еще раз переделаем. Итак, с вопросом «Сколько понадобится времени?» разобрались. Вариантов типа от «Уже справились» до 10 лет. Вопрос второй. Классический для России. Что делать? Вроде бы ответ понятен. Помогать бизнесу поддержать отечественного производителя и т.д. и т.п. А вот варианты того, как именно помогать и как именно поддержать, расходятся. Крупный бизнес первым подсуетился. Еще в первые дни марта появилось сообщение, что Российский союз промышленников и предпринимателей передаст правительству запрос крупного бизнеса, интерес которого и представляет РЦПП. На новые льготы для перезапуска экономики. И тут надо отдать должное прозорливости наших олигархов, рядом с которыми Мишель Нострадамус и Эльвира Набиульна скромно отступают в тень. 5 марта еще толком ничего не известно. Санкции только разворачиваются. Неясно, какие решения будут приняты и к чему они приведут. А крупный бизнес России уже знает, сколько ему надо дать от страны. Прямо как в поговорке. Наш пострел везде поспел. Вся эта история немного напоминает старый советский анекдот. В сатарском колхозе идет собрание. Председатель сообщает, что план по урожаю выполнен. Колхоз наградили двумя автомобилями Волга. Одну машину председатель взял себе, другую отдал сыну. Можете высказываться, только регламент жесткий в двух словах. Встает старый уважаемый всеми Аксакал. В двух словах сможешь, спрашивает его председатель. Могу. Ну давай. Молодец, б***ь. В общем, с крупным бизнесом все в двух словах ясно. Ему нужна помощь. Он самый пострадавший. Статистика это подтверждает. Боссы крупного бизнеса России потеряли от санкций примерно 30 океанских яхт. А руководители малого бизнеса ни одной в задачке спрашиваются, так кому помогать, а? Впрочем, в справедливости ради надо отметить, что капитаны ссаженного на берег крупного бизнеса замолвили словечко из-за меньших своих братьев. Себе они попросили помощи от государства, а руководителей малого и среднего бизнеса предложили выпустить из тюрем. Пущай работают на благо страны. В прошлом выпуске «Тысяча одной секунды об экономике» мы уже рассказывали, что Олег Дерипаска призвал отпустить на свободу сидящих в тюрьмах по некоторым статьям предпринимателей, чтобы они начали работать и создавать рабочие места, тем паче, что бежать-то им некуда. Со схожей идеей на днях выступила спикер российского сената Валентина Матвиенко и вдобавок пригрозила несанкционированным митингом, ну или как минимум одиночным пикетом. «Свободу бизнесу. Если не будет свободы бизнеса, ничего не будет. Возьму плакат и пойду к правительству с плакатом», — заявила Матвиенко на заседании Совета законодателей в Петербурге. Спикер Верхней Палаты так пояснил свою мысль. «Пусть кто-то вышивает, кто-то пирожки пищет, кто-то сапоги шьет. Дайте людям свободу, не трогайте сейчас никого. Пусть сами себя кормят и еще какие-то рабочие места создают. Региональные парламенты, проследите за этим, пожалуйста». Конец цитаты. И хотя с одной стороны призыв Матвиенко вызывает чувство солидарности и даже готовность постоять рядом с ней и ее плакатом, с другой меня опять терзают смутные сомнения. Лучшей помощью малому и среднему бизнесу России было бы послабление налогов. Однако власти упорно говорят о другой помощи — освободить бизнес от проверок. Получается, что российская власть считает главной напастью для отечественного производителя саму себя. Мол, если потребовать от самой себя не дергать бизнес, то все получится хорошо, и российская экономика расправит крылья и полетит. Тогда, если продолжать ту же логику, самое лучшее, что может сделать такая власть для экономики — это самоликвидироваться. Иначе, видимо, придется все-таки увидеть одиночный пикет из четвертого человека в государстве перед зданием правительства. Представляю себе реакцию правительства. Там! Так что? С такими! Есть и другие не менее светлые идеи, как помочь отечественному бизнесу. Например, депутат Госдумы Олег Матвеичев предложил запретить сетевым супермаркетам работать по воскресеньям. По его мысли, тогда по воскресеньям покупатели пойдут в маленькие магазины и на ярмарки, что, цитирую, поможет развитию российских фермерских рынков. И опять предложение вызывает вопросы. Вопрос первый. Я правильно понимаю, что система торговли продуктами в стране выстроена как-то так, что она мешает развитию российских фермеров? И если это настолько очевидно, то каков уж корнеплода антимонопольная служба совсем недавно выдавала одно за другим разрешение на поглощение одних торговых сетей другими более крупными? И каков уж сухофрукта наши доблестные парламентарии и муниципальные власти так истово бороли-бороли и побороли всевозможные ларьки и бабушек с укропом у входов в крупные магазины? И вопрос второй. А может в нашей стране помочь одним можно, не запрещая работать другим? Или решать любую общественную задачку через очередной запрет? Оно для парламентария привычно, и зачем же профессионалу зря руку сбивать? Запрет наше все. В этом парламент непоколебим, как скала. Я замечаю в вас некоторую непокобелимость, непоколебимость. Хорошо, вопросы сколько осталось и что делать прошли. Теперь остался третий российский вопрос из классической триады. Кого посадить? Власти объявили о новом усилении борьбы с коррупцией. Президент России ввел в действие систему «Посидон». Характерная деталь. Оператором системы назначено ведомство, у которого совсем иные задачи по профилю. Федеральная служба охраны. Очевидно, другим ведомствам веры уже нет. Однако другие ведомства тут же поспешили продемонстрировать, что тоже незрящие едят. Как сообщили СМИ, ФСБ поймало коррупционеров, а именно сотрудников РАНХИКС. В новостях опустили полное название РАНХИКС – Российская Академия Народного Хозяйства и Государственного Управления при президенте Российской Федерации. Ну и для полноты иронии судьбы, видимо, в сообщениях уточняется, что, цитирую, присвоенные сотрудникам бюджетные деньги, изначально были выделены на реализацию программы повышения профессиональной квалификации системный подход в управлении регионом. Конец цитаты. Что ж, логично, возможно, коррупция в России – это неотъемлемая часть системного подхода в управлении регионом. Пока российские охотники за коррупцией ищут главных коррупционеров в ученой среде, в дружественной и союзной Беларуси пошли схожим путем и нашли коррупцию в среде медицинской. В Беларуси решили, что новое – это хорошо забытое старое, и анонсировали дело врачей. Как сообщают СМИ, в Беларуси по подозрению в коррупции арестованы 36 врачей, включая личного врача самого Лукашенко. У кого же брал взятки личный врач президента, правда, не уточняется. Но в целом можно сказать, что сюжет развивается интересно. Президент поставил задачу усилить борьбу с коррупцией. Отлично, в России возьмем преподавателей, а в Беларуси – врачи. Их не так жалко, а задача будет как бы выполнена. Запомните, джентльмены, эту страну погубит коррупция. Вернемся от коррупции к экономике, хотя некоторые считают, что это одно и то же. Новости разноплановые. Банк России заявил, что потеря банками половины капитала – это не страшный сценарий. Совсем недавно за потерю капитала в банкиров сажали, но сейчас вместе весело шагать по просторам. Думаю, через полгода мы начнем узнавать, сколько именно капитала исчезло в банках из-за санкций, а сколько, ну, делось куда-то. В Ростовской области чиновники заговорили о крахе транспорта и отрасли. Что надо, отгадайтесь трех раз, конечно же, денег из бюджета. Появился первый отчет об импортозамещении смартфонов. Как сообщает коммерсант, продажи отечественного смартфона от Ростеха в первый квартал 2022 года составили 370 штук. То есть пока пошло не очень, есть риски, ну и приложения на таких смартфонах не устанавливаются. Но все же первые смельчаки, взявшиеся за смартфоны без приложений, в стране нашлись. Магазины АБИ возобновляют работу в России. Аэропорт Внуково вслед за Шереметьево отправляет сотрудников в простой и планирует сокращать персонал. Некоторые терминалы российских аэропортов закрыты до лучших времен. Но и совсем недавно Российская ассоциация владельцев кинотеатров попросила власти тоже о поддержке. Кинотеатры опустили, корейского и индийского кино не хватает. Зрелищное отечественное кино, по мнению кинопрокатчиков, отсутствует. Есть риск, что половина кинотеатров закроется. Так что пока экономические новости в основном напоминают тревожный звонок почти по всем направлениям. А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось? Туристическая декларация решили взяться и в Мурманске. Здесь решили выделить деньги из регионального бюджета предпринимателям, которые возьмутся за развитие экотуризма в Заполярье. Это как отдых на ферме в Баварии, только воздух посвежее. Правда, размер субсидий для предпринимателей вызывает некоторое удивление. До одного миллиона рублей. Какой туристический объект можно построить на один миллион, остается только гадать. Может быть, купить поддержанную Ладу Гранту и предложить туристам аттракцион по смене колеса в условиях полярной ночи. Впрочем, не стоит переживать за скудность субсидий на развитие отечественного туризма. Деньги идут неплохим потоком, и этот поток даже интересно и дает ответвления и повороты. Как выяснила счетная палата России, регионы в рамках модной темы «Помогите нам развить внутренний туризм» и «Нью-высики вам обеспечены» получили из бюджета в 2019-2021 годах 20,7 миллиарда рублей. Далее в отчете счетной палаты отмечается, что в 2019 году почти треть этих средств была использована без достижения требуемого результата, а в 2020 году 45% этих средств. Возможно, далее этот отчет должен пойти в работу борцов с коррупцией, но они, как мы знаем, заняты преподавателями из РАНКИКС. Так что ждем нового отчета о развитии внутреннего туризма в 2022 году. Но заранее уверены, сами инициаторы всевозможных туристических проектов не отправятся в ЭК-тур куда-нибудь в Заполярье. Итак, крупный бизнес просит деньги из бюджета, авторы туристических проектов просят деньги из бюджета, кинотеатры просят деньги из бюджета. Единственная тема, которая нуждается в деньгах из бюджета, но о которой перестали упоминать, это индексация пенсий и социальных выплат. Этой теме были посвящены все последние выпуски программы «Тысяча одна секунда об экономике». И в очередной раз остается лишь напоминать краткое содержание предыдущих серий. В марте президент России говорил о необходимости до 1 апреля определиться с вопросом, как компенсировать экономический удар социально незащищенным гражданам. Затем президент дал поручение чиновникам представить свои предложения на сей счет до 20 апреля. Затем на этот счет было выступление помощника президента Максима Орешкина, но лишь в общих чертах, мол, помощь будет. И вот 28 апреля новое сообщение. Власти планируют повысить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум на 9%. О конкретных сроках индексации пенсии и выплат по-прежнему ничего не известно. А как известно, обещать не значит жениться. Тем более, что сводки с фронтов экономических, разумеется, говорят одно, а может и повышать ничего не надо. Как сообщил Росстат, реально располагаемые доходы россиян в январе-марте этого года снизились всего-навсего на 1,2%. Да и сахар, по сообщению того же ведомства, продолжает снижаться в цене. Из чего можно постепенно делать нехитрый вывод. Все неплохо, не надо никому ничего повышать. Тем более, что с бюджетом интересные приключения. Разговоры о рекордном профиците платежного баланса и бюджета страны сменились на прямо противоположные. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета России в 2024 году может составить более полутора триллионов рублей. А окончательный размер дефицита будет ясен после окончательного понимания того, какие меры потребуются для поддержки экономики. Внимательный россиянин в этом месте может спросить. Я правильно понимаю, что с учетом дефицита тема повышения пенсии и социальных выплат может завершиться сакральным. Денег нет, но вы держитесь. Полагаю, ответ на этот вопрос мы получим уже в ближайшие дни. Или не получим. Но это тоже будет ответом. Болтает. Молчит. Умный мальчик далеко пойдет. На этом сегодня все. Ждем ваши комментарии и темы. И в финале информация для тех, кто хочет не потеряться в нашем нестабильном мире. Где можно подписаться на финверсию. Канал «Тысяча и одна секунды об экономике» на платформе YouTube. Канал «Финверсия» на платформе Яндекс.Дзен. Мой личный аккаунт в социальной сети ВКонтакте. Канал «Финверсия» в Телеграме. Ссылки на все эти каналы в описании под этим видео. До новых встреч. Мир нашим домам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...